Антон, вы уже не первый год следите за ситуацией в Крыму, в том числе за не первый год продолжающимися судами над крымско-татарскими активистами и вообще над проукраинскими активистами на полуострове. Что происходит с их детьми? Они как-то могут видеть своих отцов? Ситуация осложнилась совсем недавно, когда почти все судебные процессы были закрыты, они сейчас проходят в закрытом режиме с формулировкой из-за обострения социально-политической ситуации в стране. Вообще-то в законодательстве такой формулировки, как причины закрыть суд, нет вообще. И это буквально закрывает суд от всех родственников, от жен, от родителей и, конечно, от детей. Детей и так очень нежелательно пускали в зал суда, мотивируя это тем, что это может повредить психике ребенка. Как шутили мамы, которые приходят с этими детьми в суд, обыски в 6 утра, отец, который лежит лицом в пол, а на нем стоит человек в маске и с оружием, это не вредит психике ребенка. В суде увидеть отца раз в полгода или раз в 4 месяца, когда продлевают срок ареста, это может повредить. Они переживают фактически те же события, что переживают взрослые, и взрослеют они там, конечно, гораздо раньше. Ситуация, когда ребенок остается без одного из родителей чаще всего, это кормилец. Каким-то образом крымско-татарское сообщество, вообще может быть крымское общество, помогают этим детям? Да, это очень интересное явление, когда среди крымских татар начинают возникать такие инициативы снизу. Вот одна из таких инициатив общественных, гражданских, называется Керимбела. «Наши дети» в переводе. Это объединение и родных, и активистов, и семей тех людей, которых задержали и которых арестовали, которые находятся в СИЗО и уже в колониях, для помощи детям. Помощь, прежде всего, носит финансовый характер. То есть каждый месяц, каждому ребенку, оставшемуся без кормильца, у которого отец находится в заключении, выделяется сумма денег для того, чтобы его поддерживать и не оставить совсем без средств существования. С 2014 года таких детей насчитывается уже почти сотня. Вот 66 из них на постоянном обеспечении этой организации. И еще эта организация подключает детского психолога, который занимается с детьми, и пытается их поддерживать, пытается как-то во всех ситуациях, в которых оказались эти дети, сохранить их психическое здоровье. Причем там помощь оказывается не только семьям и детям крымских татар, но, например, детям Олега Сенцова. Например, детям погибшего Решата Аметова. Это первая жертва вообще аннексии. То есть человек, который вышел с одиночным пикетом против аннексии в самом еще начале событий 2014 года и пропал, потом его нашли убитым. Организация целенаправленно подчеркивает свой неполитический характер и характер своей деятельности. То есть, наоборот, пытается абстрагироваться от любых вещей, не связанных с помощью детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...